Шнедер Электрик И что такое подразделение Partners в рамках компании Шнедер Электрик? Компания Шнедер Электрик – это компания с более чем 170-летней историей на рынке. Начиналась во Франции в XIX веке. С тех пор прошла большой путь. Я не буду весь его описывать. Я расскажу лучше о том, что собой представляет Шнедер Электрик на сегодняшний день. Это компания с оборотом 25 миллиардов евро в прошлом году. Работающая в большинстве стран мира. С большим присутствием в России. Если брать российский рынок, то для компании Шнедер – это четвертый рынок в мире по объему продаж на сегодняшний день. Это очень важное направление и стратегическая страна. В России более 12 тысяч человек работают. Шесть заводов, три логистических платформы. Для нас, в России, это очень приоритетный и важный рынок. А что касается подразделения партнер, то у нас каждое подразделение в Шнедере отвечает за несколько разных вещей. И вот бизнес-партнер отвечает с точки зрения продукта за всю продукцию низкого напряжения. От больших распределительных счетов до розеток и выключателей, которые знакомы фактически всем. И в повседневной жизни всеми используются. С точки зрения каналов, это работа с дистрибьюторами, с сетями DIY, с электриками, со сборщиками щитового оборудования. Такой разноплановый достаточно бизнес. Если посмотреть на ту продукцию, которую продает компания. Там наверняка есть такие очень сложные вещи, о которых мы вряд ли будем говорить в сегодняшней передаче. Мы, наверное, все-таки более приземленно будем говорить о том, что продается в ритейле. С чем мы сталкиваемся каждый день. Кто-то сталкивается как потребитель, потому что имеет эти вещи у себя в квартире. С точки зрения того, как такие простые и понятные вещи, как они продвигаются, как они продаются. Давайте, в основном, сфокусируемся на этом. Хорошо. Если мы возьмем те продукты, которые встречаются практически всем потребителям в повседневной жизни, я бы выделил два основных таких блока. Один блок – это розетки и выключатели. Они еще называются на профессиональном языке электроустановочные изделия. И модульное оборудование – это то, что ставится в электрощиток распределительный у каждого из вас дома, на этаже, ну и в различных других типах зданий тоже. И оба этих продукта имеют достаточно разную модель продаж, свою специфику. И даже в рамках одной категории может уживаться несколько разных бизнес-моделей. Ну, скажем так, если, например, ту же розетку и выключатель, я, конечно, хорошо себе могу представить. Я понимаю, что имею какое-то количество розеток и выключателей. Но, тем не менее, будучи именно конечным потребителем, я, наверное, вряд ли определяю выбор этого изделия. То есть, в редких случаях люди, которые сами полностью, например, как правило, на стадии, не знаю, ремонта или какой-то реновации, они это приобретают, редко интересуются. То есть, как правило, собственно говоря, выбор за меня делает кто-то другой. То есть, некий, соответственно, руководитель строительной бригады, который в лучшем случае, да, он мне как бы рассказывает о том, что мне стоит купить. В худшем случае, как бы, он, сказать, ничего мне не рассказывает, да, там, дает мне некий слепой бюджет, который либо меня устраивает, либо не устраивает. То есть, специфика в том, что, как бы, потребляет, собственно говоря, один человек, да, а процессом, собственно говоря, там, покупки и так далее, инсталляции занимается, получается, другие люди. Да, вы по большей части правы, я бы посмотрел на этот вопрос вот так. Дело в том, что даже в категории розеток и выключателей очень большое количество ценовых сегментов, то есть, их там несколько, и вот та модель, о которой вы говорите, она разная, модель продаж. То есть, есть розетки и выключатели, которые компания Schneider Electric, например, производит на нашем заводе Potential в России. Стартовая цена на выключатель, который функционально выполняет, в общем, достаточно понятную задачу, она, ну, порядка, там, на полке 40-50 рублей. Это достаточно доступная вещь. И есть розетки и выключатели достаточно дорогих серий, которые мы производим в Германии, например, Merton, цена за которые достигает нескольких тысяч рублей, которые производятся из натуральных материалов, например, из натуральных пород дерева, из камня, из других, которые относятся уже скорее к элементу мебели или декора в квартире. И вот модель продаж одного продукта и другого разная. Вот недорогие розетки и выключатели продаются, как правило, двумя способами. Во-первых, через розничные сети, через DIY раз. Во-вторых, через профессиональную розницу, куда обычные люди и профессионалы тоже приходят и покупают нашу продукцию. И если мы говорим про дорогую декоративную электроустановку, это в основном дизайнерский продукт, который выбирается совершенно верно чаще всего дизайнерами интерьеров и архитекторами, продается в определенных специализированных салонах. И это уже немножко другая бизнес-модель, несмотря на то, что функционально продукт, по большому счету, задачу выполняет то же самое. То есть включает, выключает свет. А в этих каналах работают некие люди, которые осуществляют вот эту вот живую коммуникацию с нашими либо покупателями, либо потребителями. А вы как маркетинг, какой посыл даете этим людям, какую миссию они должны осуществлять, работают? Да, конечно. Дело в том, что в каждом из этих случаев мы работаем на определенную целевую аудиторию. И как маркетологи, и как коммерсанты. Приведу пример. Когда мы говорим про архитекторов и дизайнеров интерьеров, это своего рода канал. То есть это не тот человек, который пользуется нашим оборудованием, это тот человек, который принимает решения. И поэтому у нас есть маркетинговая программа, которая направлена на этих людей. По сути программа лояльности. Потому что много лет назад, когда мы начинали только эту работу, мы воспринимали дизайнеров интерьеров, архитекторов, как некую целевую аудиторию с непонятным количеством участников, без имен, без фамилий. То есть некая ЦА, на которую мы работали. Делали какие-то рекламные месседжи, мероприятия и так далее. Вот качественный скачок наступил ровно тогда, когда мы перешли к работе с этими людьми, как фактически в формате B2B. То есть да, очень часто это не даже дизайн-студия, а какое-то частное лицо, зарегистрировавшее свой бизнес. Но до тех пор, пока мы их не знаем по именам, по фамилиям, мы не знаем, где они покупают, что, у кого. Мы не взаимодействуем с ними каждый день с помощью коммерческой команды. До тех пор качественного скачка не было. Потому что мы что-то делали, мы делали какие-то маркетинговые мероприятия, мы их где-то собирали, мы что-то продвигали. Но померить, какой это дает коммерческий результат, мы не могли. А денег это требует достаточно существенных. Поэтому, чтобы посчитать ROI на каком-то этапе, мы были вынуждены, скажем так, подвинуты рынком к идее того, что работать с этой целевой аудиторией надо как с любым другим видом партнеров. Ну, как с дистрибьюторами, например. С ритейлерами. С ритейлерами. Надо просто понимать, что количественные гораздо больше. Но между тем, методика работы, она плюс-минус канальная. Ровно то же самое мы сейчас делаем, например, с электриками. Потому что, когда мы говорим про категории продуктов, розетки и выключатели, да, в случае с декоративными сериями, решение часто принимает дизайнер интерьера или архитектор. Естественно, с согласия заказчика. В случае с автоматическими выключателями, УЗО, другим модульным оборудованием, решение принимает чаще всего электрик. И если в первом случае заказчик запускает свои руки в этот процесс даже больше, ну, потому что, когда человек выбирает электроустановочные изделия, ему нужно, чтобы они гармонировали с обоими, чтобы они ему нравились, чтобы тактильные ощущения его устраивали. То есть, тут есть очень большой личностный момент. В случае с модульным оборудованием, как правило, в 90% случаев, и наши исследования это подтверждают, конечный заказчик доверяет это решение тому самому строителю, прорабу или электрику, как мы их называем, естественно, в рамках каких-то согласований бюджета, обсуждению брендов и так далее. То есть, тут один из наших приоритетов для нашего бизнеса – это работа с электриками, причем работа оцифрованная, квантифицированная, адресная. Она непростая, сразу скажу, потому что в России электрик – это такое несколько аморфное понятие. Любой человек может себя им провозгласить, что называется. И установить любой может. И установить все, что угодно. К сожалению, российское законодательство в этом плане такое очень пока вольное, я бы так сказал. В Европе все гораздо жуще. Но, тем не менее, мы понимаем, что в цепочке принятия решений по этому виду продукции – это ключевой игрок, это ключевое лицо. И поэтому мы с ними активно работаем уже не первый год. И будем только-только усиливать эту работу, как раз используя современные методы работы. Это CRM, мы должны знать, мы должны с каждым персонифицированно общаться. То есть, это уже по большому счету работа в области цифровых технологий, потому что количество – это несколько десятков тысяч человек. Вот если мы возьмем эту огромную аудиторию, то понятно, что в данном случае вашей задачей коммерческой является воздействовать на закупку этими лицами, на закупку вашей продукции. То есть, они, соответственно, должны эту продукцию закупать, потому что дальше они имеют уже силу рекомендации. То есть, они имеют уже возможность, соответственно, эту продукцию фактически через себя продвигать конечному потребителю. А какую роль вообще в этом играет обучение, какие-то обучающие материалы? Или это просто некое коммерческое мероприятие, скидки коммерческие условия и так далее? Я бы сказал и то, и другое. Потому что одной из наших задач является продвижение инновационных продуктов на рынок. А инновационные продукты на рынок очень тяжело продвигать людям, которые не очень хорошо понимают предметную область. Нормального человека такого, как вы или я, наверное, не очень в бытовом аспекте интересует, какая там новая технология смыкания контактов, использована в последнем автоматическом выключателе от Schneider Electric. Люди, к счастью, забивают себе голову гораздо более важными для них вещами, делегируя все эти вещи профессионалам. Поэтому очень важно все верно этих людей обучать, с одной стороны, чтобы объяснять, что нового мы им предлагаем. И плюс наша задача уровень этих людей повышать. И это, кстати, отвечает одной из их задач глобальных. Потому что мы проводили большие исследования в области электриков в России. И одна из их основных потребностей, что называется, это использовать более технологически продвинутые решения. С коммерческой точки зрения все понятно, потому что они стоят дороже. Потому что если я делаю один какой-то объект, у меня сумма моей работы, сумма чека на этом объекте, она ограничена так или иначе. Там есть количество точек, там есть количество цепей, которые я должен защитить. И чем я более грамотно общаюсь с заказчиком, чем я лучше понимаю, что конкретно ему нужно и какие функции я должен применять, тем задача электрика более решаема. То есть он тогда, средняя выработка с объекта тоже повышается. И это, в принципе, ситуация, которая в интересах всех. Нас, как производителя, потому что мы цивилизуем этот рынок и способны не изводить это на уровень цены за одну конкретную единицу продукции, где мы, как инновационная компания, противопоставляем цене, как правило, инноваций. Наша задача продвигать умные функции, какие-то функции продвинутых вариантов защиты, которые на рынке очень часто не распространены. Электрику это интересно, потому что, в принципе, люди тянутся к инновациям, тем более, что у нас целое новое поколение фактически сейчас взросшено людей. И конечному потребителю это тоже важно, потому что благодаря вот этой связи люди становятся более защищенными, их дом становится более безопасным. И они защищаются от вещей, которых они даже, в общем-то, и не знали. Алексей, большое спасибо. Мы с вами с удовольствием продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Сейчас нас ждет рекламная пауза. Здравствуйте еще раз. Мы с вами продолжаем программу «Формула продаж». С вами ведущий Рослав Плинк и Анна Перова. И, конечно, наш гость Алексей Кашаев, компания «Шнедер Электрик». Здравствуйте еще раз. Мы в первой части передачи поговорили о том, с кем взаимодействует, скажем так, ваше подразделение, наверное, в первую очередь. И упомянули как раз эту профессиональную категорию, которую вы назвали, соответственно, «Электриками». Те люди, которые так или иначе, наверное, берут на себя функции приобретения и установки электрооборудования. И мы как бы упомянули, что очень важно, на самом деле, не просто общаться с ними на языке коммерческих условий, но, в общем-то, как бы их обучать и в целом, наверное, повышать и уровень знаний, и помогать им разбираться в продуктах. Но все-таки хотелось бы немножечко поподробнее поговорить о коммуникациях в ритейле, потому что на сегодняшний день очень большие изменения вообще происходят с тем, где люди покупают вашу продукцию. То есть, несколько лет назад, я бы четко сказал, строительный рынок или объявления, висящие на заборе. То есть, на сегодняшний день это как бы магазин, интернет, там еще. То есть, с точки зрения вашей коммуникации в ритейле, что происходит сегодня? На сегодняшний день, если мы посмотрим на форматы торговли на нашем рынке, на электротехническом, то у нас есть несколько форматов, которые друг на друга накладываются каким-то образом. Во-первых, есть профессиональная розница, профессиональный ритейл, так называемый. Это крупные и даже иногда крупнейшие дистрибьюторские компании, которые занимаются торговлей электротехническим оборудованием, равно как и светом, кабелем и другими сопутствующими товарами. И спектр их клиентов очень широкий. То есть, это промышленные предприятия, это проекты, в том числе, строительные, это строительные компании, это различные категории профессиональных игроков рынка. Системный интегратор, сборщики счетового оборудования, ОЕМ и так далее. Список можно продолжать. То есть, это один формат торговли, он достаточно традиционен, и на нашем рынке все начиналось именно с него. И вот те самые строительные рынки и дилеры, как мы их называем, которые там являются владельцами этих точек, они работают в основном через этот профессиональный ритейл. Это очень, как я уже сказал, традиционный формат, с которого все начиналось и который на текущий момент является самым развитым в нашей отрасли. Второй формат, это формат DIY сетей, который в России начал несколько лет назад динамично развиваться. И на текущий момент занимает уже определенную такую долю рынка. И в какой-то степени является конкурирующим форматом с форматом профессиональной розницы, как вы очень здорово заметили в начале, в своем вопросе. Он одновременно является конкурирующим и взаимодействующим. Потому что вот если взять компанию Schneider Electric, то у нас львиная доля всех DIY сетей работают с нами через дистрибьюторов. То есть мы продаем дистрибьюторам, дистрибьюторы продают в сети. И, наконец, третий формат, который тоже очень тесно связан с первыми двумя, это формат интернет-торговли. То есть это интернет-магазины, это B2B электронная коммерция. Потому что у нас есть дистрибьюторы, которые со своими B2B клиентами, такими как те же строительные организации, монтажные. У них есть своя система B2B электронной торговли. И эти компании могут, не выходя из офиса, все заказывать через такие системы B2B электронной коммерции. Вот эти три формата на рынке существуют. Они даже сосуществуют. Где-то накладываются, где-то конкурируют. Если брать тенденции развития рынка, и что мы конкретно делаем применительно к этим форматам. Во-первых, мы работаем во всех трех. Мы работаем традиционно уже очень много лет с профессиональным ритейлом. С помощью различных инструментов коммерческой политики, с помощью различных маркетинговых инструментов, мотивационных акций, семинаров, обучений и так далее. Я могу сказать, что если взять ситуацию по состоянию на пять лет назад, 90-95% всех наших маркетинговых активностей были направлены туда. Причем в первую очередь на первое звено. На те компании, которые с нами непосредственно работали. Если мы кого-то мотивировали, мы мотивировали в основном менеджеров по продажам этих компаний. Если мы кого-то обучали, мы обучали в основном менеджерам по продажам этих компаний в торговых залах. Если мы изготавливали какие-то постматериалы, мы их в первую очередь отправляли туда. Сейчас наш фокус внимания смещается в изрядной степени в сторону тех, кто покупает у наших прямых партнеров, у этих дистрибьюторов. У нас даже методика формирования мышления коммерческой команды и нас самих, она тоже меняется. Найти рынки этот процесс давным-давно произошел. Но наш рынок идет с опозданием на несколько лет. Раньше мы все свои показатели эффективности считали по тому, сколько мы отгрузили нашим дистрибьюторам. Мы это называем целын. То есть, что покинуло ворота нашего склада и ушло дальше. Мы считаем, что мы продали. И дальше задача была стимулировать канал как можно изворотливее, активнее, изобретательнее, интереснее. Для того, чтобы канал дальше все это проталкивал. Вот мы от этой бизнес-модели постепенно отходим. Это не за один год делается. Мы переходим на работу совместно с этим каналом. То есть, наша задача сделать так, чтобы не они продавали активней, а у них покупали активней. Потому что на текущий момент профессиональный дистрибьютор не видит свою функцию в продвижении продукции. То есть, их задача дать доступ к нашему продукту. Их задача, чтобы тот, кто хочет его купить, имел такую возможность. По нормальной цене, быстро, с хорошей, интересной логистикой, с хорошими финансовыми условиями. Наша задача стимулировать вот этого кого-то. А это те самые дилеры, которые в том числе имеют свою розницу. Это те самые профессиональные участники рынка. Это те самые DIY-магазины, которые покупают через дистрибьюторов. Наша задача весь фокус внимания постепенно переносить туда. И у нас тут нет даже никакого конфликта. Потому что наши собственные партнеры говорят, что это именно то, чего им нужно. Потому что их перегрузили вот этой активностью различных производителей на этом этапе. И им гораздо больше помогло бы, если бы мы создавали им спрос. А не заставляли их создавать этот спрос. И поэтому мы сейчас, те акции, которые мы запускаем, они направлены в первую очередь на дилеров. Они направлены на электриков, как я уже сказал. Они направлены на других профессиональных участников рынка, которые уже в свою очередь приходят к первому звену. Это то, как мы работаем с профессиональным ритейлом. Если говорить про сети DIY, на текущий момент в сфере нашего влияния находятся несколько десятков этих сетей. Мы, опять же, тесно взаимодействуем с профессиональным каналом. Но, опять-таки, мы сейчас все больше и больше используем ритейловые методы работы. И трейд-маркетинг, и продвижение в точках продаж. Ваши кастомер промоушен именно в торговых залах DIY-магазинов, в том же Леруа Мерлен, в других. То есть, если раньше 90% внимания и маркетинговых бюджетов были сосредоточены на стороне дистрибьюторов, сейчас мы их переносим в точки продаж, в залы продаж DIY-магазинов, к дилерам. И, в том числе, в работу с потребителем. Потому что вы хорошо заметили, что лист, принимающих решения в процессе их изрядное количество, это не всегда тот, кто покупает наш продукт. Но это аксиома рыночная, что гораздо легче продать все-таки конечному потребителю, который знает наш продукт, который испытывает к нему определенные позитивные чувства. Поэтому продвижение на консюмеров, на тех, кто покупает наш продукт в конце этой цепочки, мы тоже активно занимаемся. А возможно ли вообще такая ситуация, умозрительно, если мы доходим до последнего или до первого звена, когда лицо, принимающее решение, строительный бригадир, обсуждает с заказчиком, просто с частным лицом, обсуждает какие-то вопросы ремонта. И заказчик, то самое физическое лицо, потребитель говорит, «Вы знаете, я хочу розетку шнейдер-электрик, я знаю, что у меня проводка не сгорит». Возможно вообще такая ситуация? Вы хотите прийти к такой ситуации? Возможно. И мы для этого предпринимаем определенные шаги. Потому что несколько лет назад наша узнаваемость бренда, потому что у нас есть несколько этапов в этом пути. Этап, когда человек понимает, что у нас есть какие-то функции продвинутые, которые его хорошо защитят. Или есть какой-то особый дизайн электроустановки. И второй этап. Первый этап, чтобы он хотя бы знал, что такое шнейдер-электрик, что есть такой бренд, он понимал, в какой категории шнейдер представлен. Так вот, если брать ситуацию 5-6 лет назад, узнаваемость бренда шнейдер-электрик в этой категории, не в профессиональной, где узнаваемость уже много лет 100%, примерно, а именно в массовом сегменте розеток и выключателей, она была на уровне 5-6% без подсказки. То есть, когда человека спрашивали, скажите, а вот кого вы знаете из производителей розеток и выключателей, шнейдер называл из тысячи человек 5-6%. И мы по этому параметру очень здорово отставали от очень большого количества игроков. Мы в течение 5 лет, с помощью последовательных инвестиций, год за годом, в узнаваемость бренда добились на текущий момент 18% узнаваемости в числе именно первого называемого бренда, узнаваемости около 50% в целом. Насколько вообще профессионалы покупают в ДНВ-сетях? Потому что приходилось слышать мнение, что профессионал, тот самый электрик, приезжает на строительный рынок, морозит ноги, там эта палатка, в которой нет продукта и так далее. Либо он приезжает в магазин, где ему рассказывают, показывают. То есть, для вас это актуальная история, что у ваших партнеров электриков, что у них тоже есть покупательское поведение? Совершенно верно. Электрик – это тоже своего рода целевая аудитория, у которых есть какие-то общие закономерности поведения. Если мы посмотрим на то, как устроен этот рынок в Европе и в России, есть очень большая разница, которая очень любопытна. В европейских странах, во Франции, в Германии, есть очень четкое разделение. Диайвай – это канал для обычных потребителей, непрофессионалов. Профессиональный сбыт, профессиональный ритейл – это канал для профессиональных электриков. Есть вот эта четкая граница, которая была проведена, которая соблюдается. В России все изрядно не так. Потому что у нас очень многие электрики, строители, монтажники действительно покупают в магазинах Диайвай. Эта тенденция есть. Многие действительно перетекают, как и по любым другим строительным материалам, между прочим, со строительных рынков в Диайвай-сети, от профессионального ритейла в Диайвай-сети. Тенденция такая есть. Сказать, что Диайвай – это не для профессионала, нет. Мы этого не можем сказать. В России, скорее, такая смешанная модель. И для профессионала, и для непрофессионала. Хей, большое спасибо за, на самом деле, очень познавательный рассказ. Я уверен, что наши зрители действительно с удовольствием посмотрят нашу передачу. Мы с вами были в эфире программы «Формула продаж». Ведущий Ярослав Плинк и Анна Перова. И наш гость – Алексей Кашаев, директор по маркетингу бизнес-подразделения «Партнерс» компании «Шнедр Электрик» в России. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова